Здарова, с вами как всегда Хардкекс и это ремейк легендарной игрушки, которая называется Братья. Если не ошибаюсь, она вышла в 2013 году, но вот этот ремейк вышел буквально вот-вот недавно. Это история про двух братьев, очень трогающая, за душу так скажем, да, вот, и просто решил поностальгировать. Я, кстати, играл в эту игру с братом, тут можно вдвоем играть. Так, а что у нас тут? У нас тут все нормально, все нормально. Сейчас только немножко выкрутим, обязательно ставьте лайк, если хотите, конечно же. Продолжение, вот, но хотелось посмотреть просто, вот, то есть можно одиночную, можно совместную, то есть на одной клавиатуре, если у вас огромная клавиатура, да, стопроцентная, вот, то можно, в принципе, сыгрануть и с братом, с другом и так далее. Ну, графика стала лучше, стало лучше детализирований и прям так все проработано. Так что-то подлагивает, что-то непонятно. Что-то какие-то подтормаживания. Не, четко-четко. Очень прям вот эти эффекты, правда, дешевые такие. Это он вспоминает. Как он был в океане, в лодке. А, с мамой, да. Маму выкинула, походу, в океан. Да, прикольно. Графика очень-очень прям такая сочная. И видно современную графику, в принципе, и так понятно, да, видно? Все. Вот у него воспоминания, конечно, да, не из приятных. Так, давайте, наверное, ага, хотелось пропустить это. Не выйдет. Походу, пропустить. Слушайте, что-то до 30 кадров все упало жестко. Ну ладно. Тоже мама. Да. Именно. А титров нету? Случайно. Так, тряска экрана, эффекты, я не знаю, были они или нет. Видео, глубина резкости, вкл, ограничения, выкл. Так. Ничего нет, короче, ладно. Продолжаем тогда. Во, братан пришел. Ата, наи, ата. Батя у них тоже заболел. В общем, очень печальная история, да? Печальная история. Мать утонула, батя сильно болеет. И надежда только на двух братьев. Че с кадрами? Че такое? Я понимаю, что ремейк и так далее. И комп у меня как бы, да, не пекарня какая-нибудь, не калькулятор. А тут графики, в принципе, да, никакой нет. Без ограничения. 30 кадров чисто. Нормально, хорошо. Так, ну, в принципе, тут стандартное, обычное задание. У меня уперлось все в 30 кадров. Во. Так, старший брат, младший брат. Space. Все вроде понятно. Так, space берем. И control. И поехали. Ёпт. Серьезно? Я чисто как пианист себя ощущаю, потому что у меня 60% клавиатура, и мне нужно еще Fn зажимать, чтобы у меня были стрелочки. Поэтому сейчас я тыкаю на 6 клавиш. Еще же управление. Най, най. Куда ты побежал? Я же не отпускал. Та ёпт, ты что? Угораешь, что ли? Пасан. Не надо так. Не, ну, в плане, когда вот, допустим, катсцена идет, да, это очень красиво, все классно детализировано, проработано, но здесь, ну, я не знаю, это нужно посмотреть старую версию, новую. Ну, видно то, что детализация есть, детализация намного лучше. То есть, прям все проработано так хорошенько. И графика интересная. Графика интересная. Смотрите, как камни сделаны. Очень нравится. Прям так хорошенько. Так, дальше, что там? Навои. Навали. Че, как использовать-то? Ага, все, пробел. Так, опа. Все. Знаете, чем прикол? Всегда удивлялся. А зачем вот этот непонятный механизм, если можно было просто сделать обычный мост? Да? Ну, как бы, логично же, да? Че такое? Визи, визи, визи. Все нормально. То есть. Тойоп-то. Братан. Че такое? Веди сам, короче. Так, все. Заехали. Сложности в управлении были. Так, а здесь у нас... Че? Чего, чего, чего? А... В смысле? Это мне придется из одного, из-за второго управлять? Печально, конечно. Ладно. Я думал, одиночный режим. Он будет бегать как бы сам по себе, да? Давай. Давай. Оп. Все. Хорош. Так. Поехали. А, блин. Че, поехали. Он же скинет, наверное, веревку. Ну, точно. Все, давай, скидывай. Скидывай, скидывай, пос. Все. Они должны вдвоем все-таки залезть. Да, игрушку можно будет перепройти, но, блин, одному это сложно, поэтому... Ну, ничего, я найду кого-нибудь второго, поэтому накидайте лайков, и будет, конечно же, продолжение. Контраст, по-моему, они очень сильно какой-то сделали. Насыщенный сильно. И как будто резкость увеличили. И помутнение вот эти. Короче, прикольно, прикольно вышло. Мне нравится прям. Так, поехали дальше. Держись, бать. Бать, держись. Сюда, лекарь. Это, напишите в комментариях, это существующий язык или это придумали для этой игры. Просто как будто бы его не существует. Он так звучит как-то, знаете, типа как в Симсе. Вот сейчас как будто он сказал, вода. Да, вода. Ну, в принципе, все понятно. Держи, топай. Бать, держись. Да. Блин, это жестко, если я буду постоянно управлять за двоих. Это у него, прикиньте, сначала нужно одним, потом вторым. А может он сам пойдет? Пошли. Топай. Эй, наи! Эй, наи! О, это тот челик, который нас обижает. Я помню даже эту миссию. Нам нужно просто обойти. Сейчас просто обойдем это все. Вот так вот. Даже не будем с ним связываться. А, у него, у пацана, кстати, фобия жесткая. Очень жесткая фобия по поводу воды у него. Вот так просто берешь и плывешь. Да, да, пошли, пошли. Да, бедный пацан, конечно. Так, удерживайте кнопку, чтобы взаимодействовать. Да, отлично. Так, там нужно еще проплыть туда, да? Не, ну прикольно, прикольно. Водичка более живая. Да и, в принципе, всякие мелочи различные. Тоже очень качественные. Так, давай. Тут удавали. Жестко, жестко, конечно. Одному играть жестко. Поэтому накидайте лайков, я найду второго персонажа. И будем с ним проходить, в принципе. Потому что одному это, во-первых, скучно, а во-вторых, геморно немножко все это делать. Поэтому вот такой, можно сказать, краткий обзор. Этот угорает над нами. Вот такой краткий обзор. Чисто графику посмотрел. Очень много детализаций. Очень много всяких различных эффектов. Кат-сцены, вообще сок. Вот. И, ну, графика получше, да. Посовременнее выглядит. Вот. Поэтому ставьте лайки, заходите на канал, смотрите другие видосы. Я с вами не обращаюсь. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok